Цена это только один из элементов для генитарозов. Общельно-региональные организации, кто сейчас занимается Константин Ивченко. Я вчера звонил в Одессу своим, там тоже будет что-то болит, что-то занимается. Это средства пропаганды через наши отделы, информационные отделы пропаганды. Это агитационные материалы, причем грамотные, единые, чтобы не было разнобоя. Это создание структуры. По аналогии я вам скажу так. Аналогия. Помните, пожалуйста, начало 90-х годов, забудьте Польшу, Венгрию. Это, если я с Польши, это тот самый французский солидарность, который был создан. И который не решил вопрос в один день. Он консолидировал массы под идею. А идея у нас основная, полная перезагрузка власти через проведение технологических и национальных сборов. И вот эта вещь, которая сейчас должна быть максимально разнесена по всем направлениям. Ну, хотим мы, не хотим, но Майдан, в конце концов, закончится. Но люди ждут. А кто же скажет слово? Оппозиция? Нет категорически. И мы все понимаем, что мы не верим даже увоззрительно, что они дают. Какие-то депутаты, которые правильные, которые возьмут передею. Пусть они нас поддерживают, но они не будут в ее счастье. Кабинет министров нет, президент нет. Значит, мы должны достать структуру, которая не просто как Лотман определит направление деятельности, которая еще организует эту работу. по объявлению СОЗУ, национальный город. Здесь рабочий комитет, политический исполнительный орган, это наши все структуры, которые будут заниматься исполнительными вопросами. Что касается работы на местах, предлагайте, приходите. И наша задача удачи, и это вообще сотрудение. Ребята, давайте думать, как нам максимально обеспечить поддержку народа. Спасибо. Алексей Бокарев, я бы начинал с того, самый главный урок, не просто урок, а именно сам процесс, как мы сейчас объяснили, нам объяснили, что это процесс, но у меня это не процесс, для меня это эволюционная стадия развития в современном обществе. Закончился советский период полностью, и навсегда. Сейчас образовалась именно национальная сбора, родили новую идею, идею национальной сбори, а точнее национально-конституционное собрание украинского народа. Через территориальные громады мы возвращаемся к тому вопросу, который, в общем-то, витал в веках, это народовластия. Вопрос народовластия, он сейчас технологически, мы должны выработать непосредственно саму структуру управления, этим процессом, и двигаться вперед на региональном уже уровне. Потому что на сегодняшний день, то, что касается технических вопросов конкретно установки Чадарян, то есть цели, я поддержив полностью офицерский корпус, и согласен с ними, он должен быть напротив мэрии, и мы не должны противостоять непотрясным политикам, которые представляют оппозиционные силы, мы должны выработать, свой мужа выработали, у нас конкретно и технологически, и идеологически сформирована цель, это замена системы. Замена системы займет, конечно, определенный промежуток времени, это изменение сознания, психологии человека, не только на конкретном уровне, на личном уровне, но и в целом на общественном уровне, на уровне общества. Это займет, но этим нужно заниматься. Первый вопрос, который стоит сейчас перед нами, то, что структуру мы создадим, я верю в это, это будет финансо-экономическая платформа. Это основополагающий момент развития и создания непосредственно проведения национально-конституционного собрания украинского народа. Вот, в принципе, я обсудил. Я не хочу даже развивать эту мысль, потому что каждый будет дополнить по этому вопросу. Спасибо. Вообще, я вижу, мы же получили. Смотрите, ну, видите, уже к нам пришли представители прессы, А что это за издание? Я перезвоню. А не могли бы они представиться? Спасибо. А вы мне даете слово? Смотрите, мы даем слово, но у нас же есть какое-то... У нас же последовательность какая-то. Первое, то есть мы же прекрасно понимаем, сейчас люди скажут, кто они, но мы же решили, что мы открытые ребята. Ну, никаких вопросов. Хотя бы знать. Ну, хотя бы знать. Да, если можно, представьтесь, пожалуйста. Да, я, я, я. Украинская монотерская компания «Столиция», генеральный директор Валентина Володимировна газета «Столичная неделька». Член правления Киевской муниципальной... Ага. Достать? Я. Так. Ну, ну... Достать? Нет, достать. Еще раз. Мы, смотрите, мы сразу решили, что мы открытые. Поэтому мы, ну, немножко, может быть, напрягаемся, потому что тут есть определенные вещи, которые являются техническими вопросами, да, то есть нашей деятельности. Но с точки зрения нашей технологичности мы открыты. Если вы знаете Ивана Миколаевича Саллия, то мы, наверное, тот орган, единственный на данный час этих 27 дней, который обеспечивает всю работу Киевской муниципальной ассамблеи, Саллия, Лачкова, Волкова и других людей. Понимаете? Единый, который сконцентрованно, целонаправленно, щоденно делает эту работу. Можете зайти на наш портал в интернете и видеться побольше. Ну, а Степана, еще раз, или позавчера будут здесь, поэтому... Хорошо, все, мы верим людям, мы верим в их порядочность, а там посмотрим, как будет.